Добрый день, уважаемые коллеги! Вообще наше образовательное учреждение было создано в 1877 году. Это старейшее учреждение нашего города. И наш колледж готовит квалифицированных рабочих и служащих. И все учебные мастерские оснащены современным оборудованием. И, конечно, не все учебные моменты можно перенести в онлайн. В нашем колледже в качестве виртуальной образовательной среды используется система электронного обучения Академия Медиа 3.5. Это комплексное решение для организации обучения и управления учебным процессом. Оно имеет модульную структуру, и каждое образовательное учреждение может комбинировать их индивидуально в соответствии с функционалом и потребностями каждого колледжа. Нашим колледжем были приобретены курсы по профессиям парикмахер и сварщик, с которыми преподаватели, обучающиеся, работают уже второй год. И также дополнительные информационные системы кадры, разработка социально-педагогическое и психологическое сопровождение, профориентации. Наличие электронно-учебных методических комплексов, которые включают в себя электронные учебники, в которых можно делать заметки и выделения, виртуальные практики, интерактивные тесты, задания. Все это позволяет частично перенести обучение в онлайн. Особо ценными для наших специальностей являются виртуальные практикумы и так называемые практикумы-тренинги, которые позволяют подготовиться к работе в реальных условиях, в том числе и на сложном оборудовании. В них обучающие в виртуальной среде шаг за шагом на основе подробных голосовых и цветовых инструкций отрабатывают профессиональные навыки. Эта платформа также показалась интересной тем, что содержала инструменты для создания собственных учебных курсов, что в современных условиях перехода на дистанционное обучение является важной, если не определяющей характеристики выбора виртуальной среды. Платформа позволяет учитывать особенности инклюзивного образования, предоставляет возможности адаптации интерфейса и учебного материала. Первый опыт дистанционного обучения в условиях самоизоляции в колледже позволил окончательно осознать, что перейти на онлайн-обучение даже в готовой системе, каковой является Академия Медиа, не просто, не только обучающимся, но и преподавателям. Нужна подготовка, на которую необходимо время, психологическая установка и, конечно же, самостоятельные усилия. И преподаватели и мастера производственного обучения не сразу осознали, что система электронного обучения это не дополнительная нагрузка на преподавателя и обучающихся, а как раз то, что позволяет сэкономить время на проверку работ, организовать индивидуальный подход к обучающимся и проследить, самое главное, по статистическим показателям, какие разделы курсов оказались сложными, а какие и сколько времени тратит обучающийся на изучение тех или иных тем. Ну и среди компетенций, которые необходимо приобрести преподавателям в режиме онлайн, это планирование дистанционной учебной части, учебного процесса с использованием готового материала, это использование различных инструментов, которые имеются в системе по разработке авторских курсов, это и работа перед камерой при организации проведения учебных лекций онлайн и, конечно же, переход на такую дистанционную коммуникацию с обучающимися. Платформа Академия Медиа в нашем колледже используется в трех направлениях. Это прежде всего использование готовых курсов, это разработка авторских курсов и поддержка повышения квалификации. Курсы использовались частично на занятиях и предлагались для самостоятельной работы обучающихся, которые пропустили занятия для повторения, для подготовки к контрольным работам. А с переходом на удаленный режим работы материалы курсов стали основным материалом, основным источником учебной информации и оценочных средств. Возникла необходимость создания авторских курсов в связи с тем, что не все специальности, не все профессии в Академии Медиа представлены. Так, например, нет учебных материалов по профессиям лаборант-эколог-закройщик и необходимо было по ним создавать учебные материалы. Они у нас начали создаваться в начале этого учебного года и вот как раз переход на дистанционное обучение показал, что необходимость в таких курсах действительно есть и сейчас они помогают нам в работе. Всего разработано три курса, два еще находятся в разработке. Кроме того, используются учебники, разработанные нашими преподавателями по курсу «Закройщик». Всего таких учебников уже выпущено восемь. И, конечно же, они являются тоже большим подспорьем в работе с обучающимся удаленно. Материал, который готовится для курсов, достаточно разнообразный. Это интерактивные задания. Специально снимаются учебные видео с титрами, потому что в группах у нас обучаются студенты с проблемами со слухом. Ну и, конечно же, повышение квалификации у нас используется как поддержка очных курсов, очно-заочного обучения. Тоже разработано достаточно уже много материалов и позволило нам быстро перевести те группы, которые обучались очно, на дистанционный режим работы. Помимо Академии Медиа, конечно же, нам приходится использовать и другие средства, потому что не освоен еще модуль коммуникации, который позволяет проводить онлайн-занятия. И нами используются дополнительные ресурсы. Зум, месседжеры во ВКонтакте, в WhatsApp и так далее. Все преподаватели, обучающиеся колледжа, подключены еще к одной платформе, цифровой колледж Санкт-Петербурга, который функционирует на базе Академии Медиа. Здесь находятся общеобразовательные предметы, а также те профессии, которых нет в нашей Академии Медиа. Это столик и станочник. И, как бы, резюмируя свое выступление, можно сказать, что составляющими внедрения онлайн-обучения в практику колледжа существенным является выбор платформы для обучения профессиональной самореализации, определение перечня инструментов и социальных сетей для коммуникации и управления учебных процессов. Конечно же, освоение инструментов, платформы, применение готового материала и систематическое консультирование всех участников педагогического процесса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»